В территориально-производственном предприятии «Белоярскнефтегаз» прошел конкурс на лучшую научно-техническую разработку. Эксперты заслушали и оценили четыре выступления молодых работников. Мероприятие проводится для того, чтобы поддержать развитие творческой инициативы специалистов, расширить диапазон профессионального общения, помочь молодым нефтяникам обменяться опытом друг с другом. Ведущий инженер-технолог Центральной инженерно-технологической службы Нариман Магомедов представил на конкурс две научно-технические разработки. Первая касалась использования экзотермических свойств хлорида алюминия при так называемом растеплении скважин. Вторая была направлена на оптимизацию расходов общества «Лукоил» при реконструкции трубопроводов. Нариман считает, что предложенные им решения актуальных проблем будут востребованы на производстве. Да, я думаю, будут востребованы, потому что я сам в добыче нефти и газа уже очень давно. Но я знаю, какие есть проблемы и какие проблемы нужно решать. Поэтому это все актуально будет с сегодняшнего дня и в ближайшее будущее. Оценивали выступления по нескольким критериям. Эксперты рассматривали практическую значимость работы и возможность применить идеи в производстве. Также комиссия определяла научно-технический уровень и ожидаемые технико-экономические показатели. Кроме того, жюри обращало внимание на личный вклад автора и степень участия в разработке. По итогам конкурса будут определены призовые места. Лучшие работы примут участие в 14-м конкурсе на лучшую научную разработку молодых работников и специалистов ООЛ около Западной Сибири. По итогам конкурса диплом третьей степени вручили Азату Ягудину, оператору по добыче нефтегаза цеха «Добыча нефтегаза. Месторождение имени Виноградова». Его разработка была посвящена интеллектуальной системе контроля работы нефтяных скважин. Второе и первое места присудили Нариману Магомедову, ведущему технологу Центральной технологической службы предприятия. В своей победе я очень рад. Я знал, я надеялся, что судьи примут решение, объективное решение и распределят места. Именно таким образом мои две работы заняли призовые места. Надеюсь, моя идея, моя разработка будет внедрена и принесет экономический успех нашему предприятию. Уже в апреле Нариман Магомедов отправится защищать честь родного предприятия в город Коголым на третий этап конкурса. Екатерина Кузьмина при содействии информационного агентства «Квадрат. Наши города». Екатерина Кузьмина при содействии информационного агентства «Квадрат».